Готовы! Лето из туалета? Что-то застряли. Быстро открывай! Как идиоты! Баба за рулем. Мужики принципиальнее, вот вообще. Что-то нашла, парни? Да! Восторг! Что его лишить тесности, это буду я. Всем привет! Я очень крутой артист, поэтому всегда летаю к бизнес-классам. Бабки есть. И вообще, я могу взять любую тёлочку с собой, чтобы просто сидела рядом для красоты. Йоу! На самом деле, нас посадили сюда, потому что не было мест в эконом-классе. И сегодня я лечу не одна, а вместе с моей сестрой. Поскольку я уже избалованный гастролёр, я, возможно, не так тяню всё, что с тобой происходит. Поэтому главное лицо этого блога будет, чтобы она не привыкает к бизнес-классу. Не потому что нет мест там, а потому что всё это у нас. Рау! Эй, друзья, только посмотрите! Солнце, тепло, жара, все машины белые. Вот за это я люблю Сочи. Первое впечатление о Сочи. Сейчас так красиво, я перестаю дышать. Ну, в общем, мы сидим в Кадиллаке. И это крайне неожиданно, потому что я вот думаю, что Клова только на Ладах ездит. Я езжу только на твоих нервах дома. Где-то у меня лето. Лето из туалета. Мы едем на радиоэфир прямо сейчас. Поскучилась по своей работе. Я в последнее время очень много в разъездах. Поняла, что я скучала по эфирам. Ладно, ты чё, как тебе звездная жизнь? Вот так вот, всё! Чем знаменит Сочи? Олимпийский парк форевер. Как дела, девчонки? Уже хорошо. Только не плачь. А мне что-то путь? Я же никакой торпила. Предлагаю вам услуги профессиональных штукатурщиков. С моими гастролями у меня приобрелся просто потрясающий навык. Краситься везде, где есть время. В машине, в самолете, в маршрутке. Я уже поняла, что людям вообще всё равно накрашен ты или нет. Они, если тебя любят, они тебя любим не будут. Поэтому я крашусь. Игратора, играя песню, я устала. На гитаре, он в жизни её не играл. Дай я тебя сниму. Похлопать и удар. Чуть не задалось. Готовы! Да! Забери меня! Забери завтра меня всем! Забери завтра нас со всем! Вот как в такие моменты не любить свою работу? Я самый счастливый человек в этой планете. Несмотря на то, что, блин, серьезно, мы так до хрена работаем, мы так вообще с ума сходим порой. Но посмотрите, вот это всё, конечно, на того стоит. Господи, спасибо всему, что это происходит со мной. И спасибо, что это несу. Хочешь, куплю тебе яхту? Хочу. Ты потянешь? Я? Нет, яхты не потяну. Смотри, как красиво, смотри! На самом деле у меня сейчас очень сильная ностальгия, потому что полгода назад мы поднимались так же в гору для того, чтобы я прыгнула с самой высокой точки, на которой я стояла. Слава богу, сегодня я не прыгаю. Сегодня мы просто едем на Красную Поляну для того, чтобы провести еще два крутых дня в Сочи. Сейчас мы направляемся в номер люкс. Кто туда первый попадет, кто его лишит тесности, где-то буду я, а не Клала. Симпатично. Все круто, как бы вообще так нейтрально. И чувствуется вот эта атмосфера вот этого. Круто? Хорошо. Как тебе? Да! Круто? Не, ну посмотрите, реально. Вот фауна, зеленая, вот такая сочная фауна на вот этих скалах, которые вот так вот, понимаешь? И когда мне говорят, что в России невозможно красиво, роскошно, потрясающе отдыхать, я просто хочу вам показать. Вот это солнце. И такая красота находится всего лишь в 30 минутах от города Сочи на Красной Поляне, в закрытом поселке Газпрома. Это еще все настолько облагорожено. Те грибочки всякие. Говорят, что в нашей стране все имущество, нефть, газ и так далее принадлежит людям. И вот я до сегодняшнего момента так не думал. А тут я как бы прям укунулся в то, что нефть и газ делает, оно делает вот это. Зеленые, папка превращается в зеленые деревни здесь. А за этим забором, друзья, находится усадьба Владимира Владимировича Путина. Он сюда приезжает решать какие-то свои дела по работе или также отдохнуть. Поэтому здесь безопасность на высшем уровне. Вот ты говоришь, дела по работе. Разве это похоже на работу? Басики вот это все. Работа такая бывает, ребят. Ребят, реально. Я бы никогда не подумала, что моя работа может быть настолько кайфовой. Я делаю то, что люблю, то, что мне нравится. Благодаря чему? Благодаря тому, что я в свое время не сдавалась. Я еще раз вам хочу напомнить, что мы сами творим свою жизнь, мы сами творим свою историю. Пожалуйста, мечтайте, думайте о том, что вы хотите видеть в своей жизни. Думайте о том, кого вы хотите видеть рядом. Все это к вам примагнуто. Нужно верить в закон притяжения, нужно благодарить судьбу за все. И... Спасибо большое. Сказкам посвали. Знаете, почему они так себя ведут? Потому что здесь на каждом углу постель с моим лицом. И они не боятся, что нас от следовой селят. Они орут, они сейчас решили забраться на крышу из окна. Пользуются моей популярностью. Идиоты. Мы идем в бассейн. Нима, попкой шевели веселей. Ты камеру не хочешь забрать? А зачем что-то говорить? Все и так понятно. Лада, кажется, вода потеплела от себя. Что-то нашла парня себе? Лада, я с кем разговариваю? Иди ты в баню. Да легко, Лада. Ждем трансфер. Сейчас говорят, что будет крутая тачка. Мы посмотрим, насколько крутая. Трансфер заказывает. Слушай, что-то водитель лицом не вышел. Баба за рулем. 700 мы обычно ездили. Давай 150 хотя бы. Сейчас приедем, потом уже решим. Давай, садись, нормально. Я тебе место подготовила. Мужики принципиальнее, вот вообще. Я сейчас вот так буду вести тебя, понятно? Музыка. Сейчас Клау Куку включу, слушаешь? Кто? Вышел из машины. Ну, что вам сказать? Машинка как корова. Снимайте, полицейские. Это встречка. Характеристики этой машины очень интересны. Большая туша, маленький руль. Сидушка практичная, удобная. Как раз для моей попки. К машине привыкаешь реально очень быстро. Несмотря на габариты, я как будто бы сижу в легковушке. Если у вас большая семья, это реально идеальный автомобиль. Доброе утро, друзья! Сегодня Сочи нам подготовила нереально потрясающий сюрприз, потому что мы едем на самую вершину этих борт. Смотри, как красиво, Ла. Что ты боишься? Сначала было очень жарко. Сейчас уже вокруг снег. Мы закрыли эту штуку, потому что так холодно. Пипец, зря мы не взяли куртки. Но зато у Лады прошло чувство страха. Как тебе, Лад? Все нормально, все нормально. Вот там, пожалуйста, лыжники тепло одетые. А мы такое, конечно. Холодно, но красиво. Друзья, мы так немножечко промерзли, поэтому сейчас самое идеальное, это как следует погреться. Друзья, вы только представьте, баня находится на высоте 2256 метров над уровнем моря. В принципе, эти цифры вообще ни о чем не говорят, когда ты просто видишь это, ты видишь снег, ты видишь заснежные вершины, и ты стоишь в тапочках с голыми ножками такой. Это неописуемый восторг, еще настолько ярко светит солнце. Это самая высокая в России баня, и сегодня самая классная компашка будет палиться здесь. Честно сказать, полюбила баню я совсем недавно. В детстве я вообще не любила. Куча голых женщин, куча голых мужчин, и мне какая-то была детская травма. Сейчас девушки наши будут дышать, наслаждаться ароматами. Эвкалипта, пихта, розмарина, березки сибирские. Жалко, что я не могу передать запах и аромат. Девушки там говорят, знаете, типа, ванна из лепестков роз. Вот, ванна должна быть с зелеными всякими ароматичными листочками. Что ты чувствуешь здесь? Не знаю, мне кажется, это была адская парилка. Сердце бьется просто в бешеном ритме. Хочется вырубиться, умереть. Потом тебе дают оплеуху холодным веником, и ты понимаешь, что ты будешь жить. О, вниз! Чувствуешь себя прям вообще другим. Ребята, так стрёмно спускаться вниз! Блин, у нас трясешься! Откроешься, Мальс? Нет, нет, не надо, только не откроешься. Давай, давай, давай. Сейчас самое то время, которое нужно сделать, это быстро открывай! Что хочу сказать про бани, ребят. Я хочу, чтобы вот эта добрая традиция, ходить с друзьями в баню, была актуальна в наше время. Что за фигня, ребята? Если что, прыгаем, если что, прыгаем. Это не смешно! Туда мы ехали, мы были такие смелые, такие веселые. Мы сейчас вообще не смешно. Мы тупо застряли где-то посреди снега. И вообще с новыми ногами и мокрыми трусами. За жизнь затереть, Дим. Ну что, короче, чистил дроссель на заслонку. Обороты гуляют, понимаешь? Дроссель почистил, думал, поможет, что-то нихера. Дима, тут великолепно. Посмотри, восторг! Я-то тут при чем? Ну тебе контент нужен, но не из моей же только рожи. Блин, спасибо, чувак, я так тебя люблю. Ну что, друзья, сегодня мы снова работаем, снова ведем мероприятия. И поем, и судим. В общем, это очень приятно, что я влияю на молодежь. И еще мне подарили цветы. И вообще настроение супер! У нас самолет через два часа. Нам еще выступать, нам еще вести. Сними, он уже как урчит мой живот. Я перехутала. Я пойду спрячься к нему. Знаменует серебряный дождь или золотой. В такие моменты мне просто хочется покинуть это помещение. Эй, ты куда? Где мои бабки? У меня тут самокаты есть. Ходите покататься. Какие бабки? У меня тут отвечают. Мы договорились 700. Моя дочка, хочешь покатайся? Да пенек себе должен был косарь отдать. Ну покатайся часок. Как раз у нас 800 стоит отвечать час. Друзья, мы приехали в Амеретинске. Олимпиада проходила прямо сзади нас. И поскольку это место довольно небольшое, здесь все ездят на вот таких мопедах. И сейчас мы покажем вам класс. Давайте, ребята. Вы просто не представляете, какой кайф ехать на этих бибикалках под луной. Вот луна, вот, ребята. Вот наша перекличка. Припарковали наши мопедусики. Я думаю, нужно сходить к морю. И я вам клянусь, ваша жизнь начнет меняться. Вы просто не представляете, насколько все реально. Посмотрите, какая красота. Море светится от луны. Друзья, простите, желание мы за вас загадали. Разрешите немножко кайфовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok